Всем привет! С вами Юля и канал New Technology. Сегодня будем говорить о новинке от компании Xiaomi, которая представила свой новый смартфон Redmi 6 Pro и который сам производитель относит к среднеценовой категории. Смартфон позиционируется в качестве нового поколения полноэкранных устройств, так как благодаря вырезу вверху экрана достигается максимально полезная площадь для просмотра на лицевой поверхности аппарата. Сам корпус металлический, механические клавиши традиционно расположились на правом торце. Это кнопка питания и качелька регулировки громкости. На левом находится слот для установки двух сим-карт и карты памяти microSD объемом до 256 гигабайт. В данной модели вам, уважаемые друзья, не придется выбирать между второй сим-картой и дополнительным объемом памяти. Снизу находится порт microUSB и под решетками основной динамик и микрофон. Сверху еще один микрофон, инфракрасный порт и 3,5 мм разъем для подключения наушников. На тыльной стороне смартфона расположился блок из двух камер и светодиодной вспышки. Ниже сканер отпечатка пальца. Вверху и внизу тыльной панели находятся пластиковые вставки под антенны. Что касается экрана, уважаемые друзья, то в данном случае используется панель диагональю 5,84 дюйма с разрешением Full HD+, 2280 на 1080 точек, что сформирует плотность пикселей в пределах 432 на дюйм и соотношением сторон 19,9. Яркость экрана заявлена на уровне 500 нит, контрастность будет 1500 к одному, но и цветовой охват NTSC составит 84%, что даст достаточно хорошее качество просмотра контента при любом освещении. Есть поддержка автоматической настройки яркости при солнечном свете, ночной экран, режим защиты глаз, стандартный режим, настройка цветовой температуры экрана. Для тех, кому не нравится вырез на экране, предусмотрена возможность вернуться в привычный стиль. В основной камере, которая является сдвоенной, используется первый фотомодуль разрешением 12 мегапикселей, где размер пикселя составит 1,25 микрона и апертура f2.2 и второй сенсор на 5 мегапикселей. Помимо этого имеется фазовый автофокус, портретный режим с использованием технологии искусственного интеллекта, технология улучшения съемки в условиях слабого освещения, на которой компания делает особый упор, регулировка динамического диапазона, панорамный режим, режим непрерывной съемки, функции распознавания лиц, авто HDR, электронная стабилизация изображения и другие стандартные настройки для видео и фотосъемки. Максимальное разрешение для записи видео будет Full HD и замедленное в разрешении HD при 120 кадрах в секунду. Фронтальная камера основана на 5-мегапиксельном сенсоре и имеет фирменный режим улучшения лица Vigify, в котором будет учитываться пол человека и в зависимости от этого настраивается интенсивность бютификатора. Также заявлена технология искусственного интеллекта в портретном режиме и вдобавок ко всему поддерживается еще и функция распознавания лица. Аккумулятор заявлен емкостью 4000 мАч. С такой батареей устройство без проблем будет доживать до конца дня. Сам производитель заявляет время работы 34 часов. Есть поддержка быстрой зарядки 5 Вольт на 2 Ампера. Работает смартфон на Android 8.1 Oreo, поверх которого установлена фирменная оболочка MIUI 9, которая принесла достаточное количество обновлений и изменений в плане интерфейса и оптимизации, одними из которых является режим разделения и захвата экрана, переработанный дизайн иконок и многофункциональный экран блокировки. Также к новым возможностям MIUI 9 можно отнести быструю привязку банковского счета или номера телефона к регистрационному ключу для доступа в один клик. Группировка настроек системных кнопок и жестов в одном пункте меню, а также услуги умного ассистента. Таким смартфон будет на старте продаж, но позже получит обновление до более свежей версии MIUI 10. В аппарате установлен 64-разрядный 8-ядерный процессор Snapdragon 625 с максимальной тактовой частотой ядер ARM Cortex-A53 до 2 ГГц. Построен чип по современному техпроцессу в 14 нанометров. Имеет в своем составе графический ускоритель Adreno 506, который может справиться как с обычными играми, так и с тяжелыми на средних настройках графики. Объем оперативной памяти в составе 3 или 4 гигабайта формата LPDDR3 и объем встроенного накопителя может быть 32 или 64 гигабайта формата MMC5.1. Также в состав мобильной платформы от Qualcomm входят два ASP-ядра для обработки изображений, что поможет получать хорошее по качеству фото. В Antutu смартфон набирает до 90 тысяч баллов. Что касается звучания, уважаемые друзья, то будут задействованы только возможности самой платформы аппарата. В принципе, их достаточно, чтобы звучание было хорошим. Сети представлены 2G, 3G, 4G LTE. Беспроводный интерфейс – это Wi-Fi 802.11, работающий в двух диапазонах, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display и Bluetooth версии 4.2. Навигация представлена модулями GPS, eGPS, GLONASS, Beidou. В комплект поставки войдут сам телефон, пластиковый чехол, адаптер питания, USB-кабель, техдокументация и скрепка для извлечения лотка под сим-карты. Габариты Redmi 6 Pro составят 149,33 на 71,68 и на 8,75 мм при массе 178 граммов. Вариантов цветового оформления покупателям будет предложено целых 5 – красный, розовый, золотой, голубой и черный. Продажи в Китае стартуют 26 июня. В зависимости от модификации будет и цена. Что можно сказать в итоге, уважаемые друзья? Китайцы снова предложили неплохой прайс за внешне модные смартфоны для тех, кто не гонится за топовой начинкой, чтобы часами сидеть и играть в тяжелые игры на телефоне. К этому можно прибавить модный большой дисплей, хорошую емкость батареи, неплохие камеры с технологией искусственного интеллекта, наличие инфракрасного порта, трехячейчный слот и Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 9. Ну и плюс еще достаточно приемлемая стоимость. Помимо бюджетных вариантов линейки Redmi, компания представила планшет Mi Pad 4, в котором, по словам производителя, полезная площадь передней панели выросла на 6%, а общие габариты снизились на 9,4%. Благодаря чему пользоваться гаджетом одной рукой стало гораздо проще. Новинка получила металлический корпус черного или золотого цвета. Планшет не получил сканера отпечатка пальцев. Вместо него используется технология распознавания пользователя по лицу. Планшет оснащается 8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, 1920 на 1200 точек, с плотностью пикселей 283 ppi, соотношением сторон 16-10 и контрастностью 1200 к 1. Поддерживает режим защиты глаз, стандартный режим, улучшенный режим и настройку цветопередачи в интеллектуальном адаптивном режиме. В тыльной части располагается 13-мегапиксельная камера на основе сенсора Omnivision с максимальной диафрагмой f2. Есть цифровой зум, режим HDR, управление ISO, автофокус и эффекты улучшения лица на базе искусственного интеллекта. Нет вспышки. Спереди установлена 5-мегапиксельная камера с датчиком от Samsung с максимальной диафрагмой f2. Поддерживается косметический режим, HDR и технология распознавания пользователя по лицу. Планшет функционирует под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной надстройкой и MUI. Также компания заявляет о фирменном встроенном приложении с просмотром высококачественного видеоконтента от популярных интернет-сайтов, обновляемый ежедневно. Помимо этого поддерживается TV, охватываются системы видеонаблюдения, есть режим разделения экрана, можно не прерывать просмотр фильма во время чата. Личная фирменная библиотека, в которой имеется более миллиона книг, охватывающие самые разные жанры литературы. Имеется игровая библиотека с множеством популярных игр. Основой гаджета служит процессор Snapdragon 660 разработки Qualcomm. Этот чип объединяет 8 вычислительных ядер Крио 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический контроллер Adreno 512. Отмечается, что Mi Pad 4 – это первый в мире планшет на платформе Snapdragon 660. Объем оперативной памяти составит 3 ГБ формата LPDDR4X и встроенная 32 ГБ формата MMC5.1 с возможностью расширения картами памяти до 256 ГБ. Аккумулятор в аппарате заявлен на 6000 мАч. Емкости его, по заявлению производителя, хватит для просмотра 15 эпизодов телешоу или прослушивания музыки свыше 16 часов подряд. Подзарядка осуществляется через порт USB Type-C 5 Вольт на 2 Ампера. Также девайсы имеют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 с окончанием AC, работающий в двух диапазонах с поддержкой высокоскоростных беспроводных сетей 2х2 MIMO. Wi-Fi Direct и Bluetooth 5-й версии. Приемник спутниковых навигационных систем – это GPS и GLONASS. Есть порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для подключения наушников и порт Nano-SIM для версии LTE. Аппарат будет предложен в следующих версиях. 3 ГБ оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 32 ГБ – это 170 долларов, 4,64 ГБ – это 215 долларов и 4,64 ГБ с поддержкой LTE – 230 долларов. Продажи начнутся 27 июня. Ну а на сегодня все, уважаемые друзья. Спасибо всем, кто смотрит и слушает нас. Оставайтесь с нами и не пропустите наш следующий обзор. Подписывайтесь, комментируйте и обязательно ставьте лайки. С вами была Юля и канал New Technology. Бай-бай!